Рак Возвращаюсь из Питера, у меня какой-то кашель непонятный. Даже уже сходил к врачу и говорят вроде как все нормально. Просто простыл. Вы про канал? Ну да, было такое. Но это я, честно говоря, не особо как-то впал в панику из-за этого. Потому что мне сразу же показалось, что Саня все разрулит. Да, короче, редко выхожу в эфиры, потому что особо не о чем рассказывать пока что. Как только... Так, Витя, короче. Витя, вот, в общем, видели, да, там этого Витю Клекса? Вот это самый главный спаиватель меня. Не любите его за это. Короче, что-то начал. А, насчет эфиров. Редко выхожу, потому что особо не о чем рассказывать. Вот когда выйдет батл с Кирюхой, я думаю, что мы его обсудим, потому что там есть о чем поговорить. Так, почему последний Версус был тухлым, как думаешь? В смысле Микси и Сойер? Ну, наверное, потому что Сойер пока что не набрал форму. Микси начал ее терять, к сожалению. Поэтому так вышло. Наталья, инфу на людей я особо не копаю. Ну, как бы мне хватает батлов чаще всего. То есть, как Сойер я там с помощью МВД не пробиваю там близких, родственников. Я считаю, что это не совсем по-батл-рэперски. Вот. И мне хватает батлов в основном. Ну, вот, с Микси я, допустим, изучил его твиттер, и мне хватило одного твита, чтобы что-то такое там на батл вынести. А так, я считаю, что там все эти фотографии родных и прочие-прочие такие факты, это все не совсем батл-рэп, а какой-то дом 2. Мерч, не знаю, может быть, когда-нибудь. Витя, Витя, давай вот это без алкоголя. Так, почему ты такой красивый? Ну, блядь, спасибо, не знаю, так вышло. Вы человек прогрессивный, ну, такое. Так, ладно. Пишу текст по-разному, короче, зависит от батла, от оппонента. Вот, допустим, на Кирилла, вот батл, который выйдет, я писал, наверное, с неделю примерно, но до этого где-то, наверное, месяц я ходил, думал, о чем вообще писать, потому что, Кирюха, интересно, довольно-таки персонаж, и не хотелось бы повторяться. Вам решать, насколько это получилось. Витя, я вот, короче, выздоровлю, и мы с тобой увидимся, пока нет. И вот, короче, какой-то настой травы мне посоветовал знакомый хороший врач. Если он, кстати, здесь, привет ей. Галина, привет, как дела? Вы не в Пышме сегодня? В городе? Владочка пришла, привет. Ой, не хлюбя, когда пишешь, не могу не хлюпать. Так, последний охуенный батл, посмотрим, как пока что. Последний смысл с Микси. У нас Микси такой себе батл, на самом деле, был, довольно-таки средненький, на мой взгляд. Вот. О, Даша, привет. Нас 66 человек. Не так уж и плохо, на самом деле. Даже хорошо, учитывая, что я ни хера не транслирую в последнее время, то все нормально. О, Пышме завтра о 9. Понятно. Любимая книга, блин, я, честно говоря, мало читаю, честно, короче, признаюсь. Сейчас вот пытаюсь дочитать Мартина Идена. Нравится пока что. Вот, я его уже читаю где-то год, если не соврать, потому что что-то забил, потом снова начал, вот. И, короче, крутая книжка. Надя, салют. Гриня, вот смотри, ты сейчас сидишь, страдаешь, а я предлагаю тебе вылечить. Витя. Короче, вот, я как-то, типа, те, кто подписан на мой твиттер, я думаю, видели, как-то у меня твит был про то, что, типа, если ты не отказывал корешу в последние дни репетиции перед важным батлом выпить, то ты не батл рэпер. Вот, короче, это было про Витю. Вот, Витя, это, короче, человек, который звонил мне перед моим крайним батлом и звал меня пить. Но, 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 я не пошел, потому что я писал текст и готовился. А Витя саботировал мне весь мой батл рэп. Знаете это? Лада, тебе в легкую хоть где. Жизнь молодая, молодая вообще, нормально. Передай привет Настюхе какой. Я не знаю, что за Настюха. Я знаю, что Маркин в конце утопится, но он же там переживет какие-то вещи перед этим. Но чем все кончится, я в курсе, да. Посиделки около драмы, ну, наверное, когда будет тепло. Не знаю, будет ли еще в нашем городе тепло. Ну, хотя, мне кажется, сегодня, ну, так. Я вот сейчас вышел на улицу, прошелся до магазина, в принципе, было нормально. О, первые треки, это, конечно, мне кажется, у всех рокеров просто, просто жесть. Не хочу свои треки слушать, первые треки пад. Насчет семнашки, я, честно скажу, я не в курсе, что там в них произошло. Но очень, очень надеюсь, что это расширение просто, потому что места там на самом деле маловато, особенно, когда там тут, типа, тусовки вечерние, вот, там очень тесно. И я надеюсь, что будет бар больше и будет, соответственно, веселее. Эти голуби злые, Витя, очень злые голуби, блядь, на твой алкоголизм. Был пьяный в жопу на баттле. Я, короче, ну, прям, чтобы в хлам пьяным я никогда не был, но вообще перед выступлением я могу выпить там чуть-чуть коньячку с колой или соком, вот, дабы почувствовать вайп, вот. Ну, и плюс у меня логанеброс, и это позволяет мне настроить речевой аппарат. Вот. Так, улыбнись. Микси Сойер, короче, ну, наверное, это, наверное, был, наверное, это, наверное, был. В общем, это был баттл такой, довольно-таки неловкий на месте. Я думаю, там видно по моей реакции, что, ну, как бы, при всем моем уважении к Микси, это был ад какой-то вообще. И строчки типа, а твоя жена будет рожать, а она будет, я знаю. Это был просто пиздец вообще. Вот, Олег не порадовал Панчембра жену Малафеева. Я, как бы, считаю, что это было лишним совершенно. Вот. И, ну, в принципе, вот я уже сказал, что, я считаю, можно было обойтись без, ну, без упоминания хотя бы МВД вот этого всего. Ну, типа, способа, как он нарыл эти все факты про Макса. Факты про Макса. Вот, короче. Ну, а в целом, конечно, Олег выиграл. Вот. И у него есть рост. Я надеюсь, что дальше он будет радовать еще больше. Помятыш. Ну, потому что я болею, но мне похуй. Смотрите, какой есть, такой есть. Баттл с PM. Баттл с PM тяжелый баттл. Ха! Конечно, не очень шутка получилась только что. Ну, да ладно. Так, я вот понять не могу. Мне звать тебя на наши мероприятия? Витя, звать. Звать, когда я выздоровею. Вообще, я такой приставучий, а? Так. Ты был пьян? Да не был я пьян. Я могу, говорю, выпить чуть-чуть, но чтобы быть пьяным в жопу, нет такого нет. Тик-тик-тик-тик. Всем привет, всем привет, салют. Ламповый дед. На какой улице? Я живу на Посадской. Под тарифм. Только на баттле. Толпа на баттле наигранная или в натуре вайп хуярит? Ну, по-разному. Ну, как сказать, наигранная. То есть, я думаю, что на каждом баттле толпа реагирует в зависимости от того, нравится ей или нет. Конечно, там как бы много факторов, вот, но чтобы это как-то было наиграно, нет, такого нет. То есть, это не как там, ситком, скажем так. Кэш ставить. Макгрегор или Хабиб? Слушайте, ну, Хабиб или Макгрегор. Я на самом деле не разбираюсь, видите. Главное, не пропей все. Панч про жену принесился к любви, Микси, к тачкам и к импале. Да, но я считаю, что можно было просто обойтись без этого и все. То есть, без упоминания именно этого человека. Сильным МС из сезона? Ну, Паум Дропов, он очень растет и он вообще охуенный чувак. Влад, само собой, это топовый МС. Генаст прогрессирует. У нас в Бове, конечно, хорош. Всех, кто слушали мои треки, молодцы. Вы редкие люди. Меня, блин, тоже зовите, а то постоянно без меня тусите. Так, Лада, позовем обязательно. Как без тебя? Две точно ламповые. Привет из Лондона. В Лондон тоже салют. Орелик, блядь. Как PM отреагировал на Греберс? Видите, я не понимаю, о чем ты вообще, блядь, говоришь. Пьет, пьет, блядь. Пишет мне тут в трансляциях всякую хуйню. Так, жалко, что мы с тобой не родные. Так, ну, видите, кого красивый дяденька сюда занесло. Как ты думаешь, Майлз подрастет в своем развитии или это его пик? Майлз, да, я думаю, конечно, да. Если он будет работать над собой, то он еще выдаст хорошие батлы. То есть, считаю, что батл с Джоном у него был прикольный. Вот, и ему просто нужно нащупать, так скажем, свой стилетчик. И все будет заебись. Ну, типа, Майлз, это вот один из, получается, нескольких участников, кто, скажем так, начал, в принципе, свой путь именно на Версусе. И, в отличие от нас, там, с Ладом, у него это, получается, там, какой там был третий батл. Четвертый, вот, против, улетая. Вот, и поэтому, как бы, еще все у него впереди, по-любому. Так, похож на Саву, да, потому что я, не знаю, почему. Потому что я не спал сегодня утром, ну, очень хорошо, блядь. Так, ладно, алфавит стоит и прерывает, когда человек разгоняется. Насчет таймера. Увидел, так, короче, много комментариев, что это плохо. Я считаю, что это нормально, потому что есть участники, не будем показывать пальцем, кто. Они, короче, перебарщивают. То есть у нас на каждый раунд у нас есть временной лимит. Вот, и есть те, кто его превышает. Вот, поэтому я считаю, что таймер – это нормально. Но, естественно, когда тебя сбивают, это, короче, портит вайп. И портит концовку раунда. Вот, поэтому есть плюсы, есть минусы. Я считаю, что просто участник должен писать текст, исходя из того, что, как бы, таймер будет. И писать его так, чтобы успеть. То есть алфавит, на самом деле, как бы, далеко не всех перерывал на этом ивенте. И вы еще увидите баттлы, где участники нормально укладывали свой раунд в лимит, и все было хорошо. Вот, поэтому тут, конечно, есть плюсы, есть минусы. Вот, но я считаю, что, как бы, с таймером все-таки как-то честнее, что ли, потому что нету случаев с переборами. Так. Я-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Текст на следующий баттл пока еще нет. Честно, сегодня дыру были примешки, поэтому я сегодня бухаю, ты болеешь. Витя, я тебя понял. Так. Я рэп не делю, ну как, на новую старую школу? Ну так, то есть это очень все относительно. Я скорее просто делю рэп на тот, который мне нравится, и нет. Вот, но, как бы, естественно, что есть там совсем олдовые исполнители, или олдовые, как правильно. Олдовые, наверное, вот. Это есть свеженькие. Мне 32 баттл, ноу-лимит. Я посмотрел, ну, нормально. Я, в принципе, не очень люблю баттлы под биты. Мне они кажутся какими-то однообразными, короче, вот. Ноу-лимит сделал технично. Алиса, привет, кар-кар-кар. Как у тебя дела? Сука. Так. Да, вот, короче, пошли эти приколы, типа, со словами, с буквой «р». Отлично. Что там рез... Блядь, нет, Витя, давай вот без этого. Он просто перебарщ, перебивает на Западе, просто шепчет на ухо, участник, по-моему, заканчивали. Тут нет, «Алфавит» поднимает руку за, по-моему, там, секунд 10 до конца раунда, дает закончить мысль и, как бы, как бы, грит раунд. То есть, у Пиэма, допустим, он же не оборвал полностью раунд, то есть, он ему дал закончить мысль про, там, панчлайн, вот, и все. То есть, я считаю, что, ну, блин, как бы, с таймером лучше, на самом деле, но если его уберут, при том, что все будут на совесть соблюдать лимит, то это будет лучше, конечно. Это будет более эстетично, что ли, короче. Вот, но в условиях, когда находятся участники, которые плюют на лимит, я считаю, что таймер необходим. Куда-то пойдете гулять. Гулять с девочками. С кем еще девочками? Я не понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, я пойду гулять, когда я, это, приду в себя, почему-то пока что болен. Насчет семнадцать, да не знаю я, насчет, что, я, я вам что, типа, директор, что ли, я, откуда я, как бы, знаю, что с ней будет. Таймер лично на меня не давит психологически, вот, но, наверное, мне ничего не сделают, если я такой, как бы, сделаю спойлер. То, что у меня был один из раундов против Кирилла, который я сумел как-то еле как уложить, вот, прям, вот, тютелька в тютельку. То есть, типа, я, прям, как бы, заканчиваю мысль. Алфавит уже, как бы, стоит с поднятой рукой, короче, я говорю последнее слово, и он такой, типа, говорит, все, стоп, ладно, короче. И вот, вот, прям, вот, прям, вот, но, тогда вот, да, тогда я, я, как бы, чуть-чуть думал о том, что, блин, сейчас вот, если я не уложусь. Но, в итоге, все вышло нормально, гляньте. Баттлить на других площадках после Версуса, наверное, буду. Посмотрим, короче, определенные предложения есть, но, если честно, уже меня подгымотало так нормально. Именно, вот, участие во Фрэшбладе. Вот, но, с другой, как бы, стороны, без баттлов тоже скучноватенько. Ой, воля, вот это вот, девочки, девочки, так, менторство. Ты лично хоть немного ощутил смысл менторства в сезоне? Да, 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 ощутил. Смоки Моа, крутой чувак. Вот, и определенным вещам у него можно поучиться. Так, сейчас нужно, короче, взять заряточку, а то у меня тут садится телефончик. Так, 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 так. Не ори на Настю. Так. У меня нету никакого негатива к Микси. С чего бы он? Микси нормальный чувак. Ну, как, типа, мы с ним не имели каких-то общих дел, так скажем. Вот, поэтому я не особо его знаю именно как человека. Так, негатива нету. Совершенно. Желаю ему успехов. И на самом деле поражение, то мне дало определенные вещи. Поэтому, поэтому все заебись. Ой, да, болею, болею. Каких исполнителей слушаешь в последнее время? Короче, вот я все лето слушал альбом Шиноды. И сейчас вот переслушиваю. Очень нравится, наверное, ну, лучший альбом пока что в этом году лично для меня. То есть, можно, конечно, спорить с этим, но очень много песен мне прям вот, прям меня трогают, так скажем. Оно, наверное, и понятно, потому что альбом посвящен смерти, сами знаете, кого. Витя, будем флексить, будем. Да, ладно, увидимся 13-го, я так думаю, главное выздороветь. Маша, привет, ивент, слово 13-го. 13-го в синдроме приходи. Я по-любому приду. Ну, как, типа, если я не буду очень сильно болеть, вот, я думаю, что я выздоровею уже к тому времени по-любому. Я, конечно, приду на ивент слово ИКБ. Шока не слушаю. Тебя вчера на стриме, Макса, не хватало. Да, я вчера очень хотел добраться, но я понял, что лучше я дома посижу. Попью лекарства и все будет заебись. Подборки, ну, короче, я буду, да, там, скидывать что-нибудь когда-нибудь на стеночку себе из песенок, из новых. Но что-то как-то это... Всем спасибо за желание выздороветь, пожелание выздороветь, я ценю это все. 62 зрителя так же, типа, хорошо. Вот. Я думал, тут может паблик сделать, но что-то я понимаю, что у меня, наверное, не будет времени за ним следить, поэтому, хер его знает, может быть, и сделай как-нибудь. Пончики пока еще, кстати, я не съел, они мне еще остались, я что-то... Так, потихоньку нём. Ой. Я не слежу за Хабибом и МакГрегором, но думаю, что гляну так чисто потом какой-нибудь обзор. Шум и Диктатор, думаю, да, это будет крутой батл, потому что такие персонажи очень яркие с того сезона 140, и я думаю, что они покажут заебись батл. Вот. У меня была раньше группа моя, но, типа, потом не стал. Так. Еще, еще обсудим что-нибудь, наверное. Наверное, дальше, может быть, закругляться будем. Ло, мэн, не пропускай мимо глаз, куда бабло подратишь? Ну, я сейчас не буду делить шкуру неубитого медведя, знаете ли, потому что, типа, я сейчас скажу куда, а потом, типа, проебуй, и это будет очень тупо выглядеть. Вот. Но, вообще, типа, я, по-моему, уже говорил на батле с МакКонаном, вот. А так, естественно, что как-то я, наверное, поделюсь с ребятками, вот. И, скорее всего, скорее всего, я думаю, что если никакого приза второму финалисту не будет, то ему тоже что-нибудь выделю, потому что быть в финале это круто, и... Хотя, не знаю, как бы делиться деньгами с голубями такая вещь. Посмотрим, короче, вряд ли. Я сейчас в ЕКБ. Так, 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 так. Санта Де Стефана я бы сейчас выпил, но нельзя. Антибиотики, ребят, такая вещь. Сука. Конечно, некоторые комментарии просто... Просто горячих от огонь. Как тебе Дип? Дип крутой батл рэпер, но у него очень долгие раунды. Я ненавижу долгие раунды в батлах вообще. Вот. Я уже, по-моему, как-то рассказывал этот, значит, инсайт. По-моему, по-моему, не на трансляциях. Короче, когда был батл Дипа и Плейн Деда, я был, получается, тогда там. Вот. Но так вышло, что я очень долго покупал себе выпить на баре. А те, кто был в инотеке, как бы знают, да, что, короче, там проход к туалету, он идет как бы через танцпол. Вот. И, как бы, если там стоят люди, то пройти, ну, как бы, короче, трудно очень. Вот. И так вышло, что я не успел встать в толпу на этом батле, потому что, вот, как бы, брал себе выпить. И смотрел батл, как бы, издали. Вот. Мне очень сильно хотелось в туалет. Вот. Но Дип Эксенс читал свои раунды очень долго. И вот в тот момент я прям ощутил, насколько, насколько Дип много пишет, короче. Вот. Была очень больно. Такая вот история, на самом деле, забавненькая. Так. Что там, что там, что там, что там? Много что-то понаписали. Ой, Оля, успокойся уже. Так. К ментору изначально я хотел попасть к любому. У меня не было, когда это, короче, принципиально. Сиги я не курю сейчас. Но когда курю, а курю я только когда пишу рэп. Я курю Camel. Вот. А так сейчас я стараюсь завязать, потому что кашляю. Говорю, вот. После пятера что-то какое-то. Сфотографироваться я смогу. Так. Как тебе раунды по три минуты на третьем этапе? Ну, у нас, во-первых, не по три минуты, а по три тридцать. Вот. Киты с акваликвидом. Ну, когда-нибудь, может, будут. Я не знаю. Мы с Гошей общаемся чуть-чуть. Как бредка, но в нормальных отношениях. Поэтому, вероятно, что-нибудь еще запишем. Надо, наверное, для начала, в принципе, вернуться в творчество. И потом уже думать насчет фитов. Хотел бы ты переехать в другую страну, если да, то куда. Ой, не знаю. Не думал об этом. О, Шпик, Банукла. Банукла, заебись. Я очень жду этот фит, Шпик. Ты знаешь. На финал РБЛ я бы очень хотел сходить, но сомневаюсь, что у меня это дело получится. Хочется к тому, что Смоки не батл рэпера сам в этой игре. Отношусь спокойно, потому что можно, грубо говоря, не быть футболистом, но шарить в футболе. Вот. И то, что Смоки Мо ментор у нашей команды, я считаю, это вполне нормально. Потому что он очень яркая личность и у него хороший жизненный опыт. Ну, большой жизненный опыт. Как тебе кажется, не выиграл ли Браги на прошлом баттле с Пиемом? Я согласен со счетом. Я считаю, что 2-1 для этого баттла счет довольно-таки закономерный. Потому что Браги сделал достойно, но Влад сделал сильнее в целом. И то, что Влад выиграл, я считаю это честно. Микси. Микси. Я уже сегодня про него так много сказал, что больше не хочется. Как тебе новый альбом Бизи? Какой атракт тебе больше понравился? Короче, альбом Бизи я послушал в самолете как раз, по-моему, или не в самолете, слушал. Не-не-не, я его как бы слушал так, он же вот вышел недавно. Короче, мне как-то не очень понравился. Если честно, мне не хватило хитов, что ли. Вот. Мне понравился первый трек. Понравился заглавный трек. Вот. И последний такой, ну, там, грубо говоря, попсовый трек. Тоже, в принципе, ничего. Бесишь меня прям, ну, люблю тебя прям. Да. К PM отношусь хорошо. Погнали, переедем в Кыргызстан. А ладно, конечно, поехали. Собирайся. Так. Вопис Плэйн Дэдом, что скажешь? Ну, это будет трэш. Формат 140. Среди казахстанцев, конечно, смотрел конкретно на битах. 140 в смысле батлы под биты в целом ты имеешь в виду? Ну, есть прикольные. Но я не очень люблю батлы под биты. А казахи умеют делать рэп. И очень в большом количестве они в этом рэпе, так сказать, могут. Просто мудрость. Так, ладно. Короче. Что тут еще? Так. Ой. Батл с PM. Батл с PM. Ребята. Такие вы все заботливые. Не волнуйтесь. Так. Я не слушал «Грязь» альбом. У Кирилла самые сильные печени в мире. Да. Вообще. Кирюха, Палмдропов. Это бог. Камикадзе, ой, ревайвл. Ну, блин. Наверное, камикадзе. Или как-то правильно. Камикадзе. Молдова. Так. Витя. Снова, короче, что-то пишет. Читаем, значит. Дед, вот смотри. Ты сейчас в ЕКБ. И тебе до меня 20 минут. Я тебя вылечу за 20 минут. Витя. Ой, Витя. Как уже ему объяснить то, что я не собираюсь пить. У меня, дед Казах, надо стать рэпером. Предрасположенность есть. Лада. Я не знаю, что ты ждешь. Ну, у тебя же, как бы, рэп, в принципе, иногда выходит. Я же видел. Так что, я думаю, ты можешь это быть перспективной рэп-герл. Так. Голову берею сейчас очень редко. Кстати, на самом деле, я давно не беру с аналосом. Мне кажется, крайний раз, когда я баттлил с Микси. Вот. Тогда что-то меня клинануло. Я поберел с аналоса. И вот после этого, мне кажется, такого уже и не было. Сценовите, Витя, надо выйти. Ой. С Мироном мы не общаемся. Ну, как так? Только вот если в Твиттере там иногда перекинемся парочкой фраз. Так, нет. Давай ты будешь мне расстраитить. Лада, тебе буду. Давай, короче, первый трек будет у нас про что бы. Даже не знаю. Про что? Про Санта де Стефана, наверное. Про что ж еще-то у нас там могут быть треки. Сможешь, по своему мнению, сказать топ баттл рэперов? Неважно сколько. Ох, это вот очень трудно. Типа топы все. Я ненавижу топы. Ну, у меня на самом деле все стандартно. Это, наверное, PM похоронил. Deep. Сектор. PM похоронил Deep Сектор. Ну, все, наверное, пока что. Пятого, не знаю там. Просто у всех есть, короче, сильные баттлы, а есть слабые баттлы. И вот те четверо рэперов, кого я сейчас выделил, они максимально, так скажем, много выдавали баттлов, которые мне нравятся. То есть есть там, допустим, условный Mighty D, чей стиль мне нравится, но у него слабых баттлов все-таки, наверное, побольше, чем сильных. Лично на мой вкус. Но при этом у него есть охуенные раунды. Вот, и так вот бывает тоже. Так, читаем. Старик, расскажи какую-нибудь историю из молодости. Ой, с этим трудно, но я подумаю что-нибудь, да, может быть. Расскажите про ивенты слова ИКБ, я же первый раз еду. Ну, вот, Оля, приедешь и видишь. А как к Хосу относишься? Да ну нахуй, проигнорю. Вопросы, бра, беретую голову. Просто вот, ну как вот отвечать на вопрос, как ты относишься к Хосу? Ну вот как, ну нормально. Че, он мне не сделал как бы ничего такого стремного. И более того, в жизни он очень позитивный парень, и всегда с ним приятно поговорить. Крутой чувак. Лоик. Кстати, я недавно был на концерте Лепса в нашем городе, и Артем Лоик выскакивал и читал рэп у него на сцене. Представляете? То есть, Артем Лоик все еще с Лепсом. Сплетни. Скандалы, интриги. Ну, кстати, он довольно-таки нормально читал рэп. Несмотря на то, что, конечно, контингент на концерте был совсем не для рэпа, но мне очень понравилось то, что, то, как выступил Лепс. Вот, он, конечно, очень крутой мужик. Против Рекиев? Ой, не знаю, наверное, нет. Нет к нему какого-то негатива. Ой, Павел Дроповым, ты экспериментировал. Хочется видеть те вышедшим из зоны комфорта. Да, как бы, я не знаю насчет экспериментов, но я скажу так, что если Баттл с Микси у меня был таким, типа, рэперским, в том плане, что вот мне, как бы, говорят, что, типа, вот, Баттл с Микси был хуже, чем Баттл с Джоном. Вот, на мой взгляд, он был примерно такой же, просто я ничего нового не показал там. Вот, если на Баттл с Джоном у меня была, это вот, типа, миниатюра селфи, да, то есть, то на Баттл с Микси у меня был просто рэп. Вот, и кроме как, там, твита про Кунилингус, как бы, не было каких-то ходов. Вот, с Павел Дроповым было повеселее. То есть, я думаю, что вам понравится именно в этом плане, если вы, как бы, ждете от меня каких-то ходов, то, да, в этот Баттл норм. О, Браги, Браги зашел. Сейчас, короче, прочитаю все. К мовцу отношусь заебись. Так, что-то я пропустил, видимо, смешное. От Браги, да, блядь. Ладно, хуй с ним. Григо, ты че, бля? Че, че, нахуй? Тебе нехуй делать? Да, Дима, нехуй делать? Я, блядь, болею. Хули мне делать еще? Одинок, Дима, да. Ну, как вот быть, когда ты болен и скучно? Слово или Версус? Конечно же, слово. ЕКБ. Верни шапочку от Бора. Да как бы, без нее, в принципе, нормально пока что. Так, с кем общаешься, с Версуса? С Браги, как вы видите, у нас просто заебись общение. Как тебе Батл Микси? О, гелой, блин. Может, что-нибудь помимо батлов обсудим? Не знаю, там, кинематограф какой-нибудь, ребята, там, что-нибудь такое. Я тоже картавый, ну да. Сколько осталось в призовом фонде? Заебись, что именно ты спрашиваешь об этом, Димон. Обожаю тебя за это. Он не хочет сейчас употреблять алкоголь. Надеюсь, ты меня и подведешь. Витя, тебе нужно что-то делать с этим, Витя. После голубей просрался. Вот, кстати, хорошо, что кто-то написал про это. Ребята, сейчас я вам открою тайну. Эта тайна очень, наверное, перевернет весь ваш мир. Ну, это правда. Мы не ели голубей на корпоративе. Это были перепелки. А-а-а, прикиньте, да? Вот так вот. К Мирону отношусь хорошо. Но к Браге лучше. Нарбелл, ты баттл, если честно, не очень. На Версус ты показываешь охуенно. Спасибо. Ну, я тоже считаю то, что, наверное, на Версусе у меня лучшие баттлы получаются из тех, что у меня были. Так. Глокий мой эфир. Да. Салют, кстати. Мак. А-а-а. Когда он в командном баттле был против электромыши. Ой, это было всего-то года два назад. Что вы, не знаю. Давай обсудим твою личную жизнь. Ладно, с тобой, конечно. Я просто готов. Какие фильмы посоветуешь? Ну, зависит от жанра, который вам нравится. Вот. Я люблю триллеры. Люблю фильмы Тима Бертона. Вот. Люблю, не знаю, комедии некоторые. Но сейчас как-то маловато стало прикольных комедий. В кино ходил вот на судную ночь не так давно. Ну, как. В принципе, так тоже, наверное, давненько. Там есть чувак, кстати, он, короче, похож на Микси. Гляньте. Так, ладно. Я выпиваю, да. Но сейчас пока не пью. Сериал, кстати, я не смотрю. Но хочу посмотреть некоторые сериалы. Гриша заебал. Ну, блядь, Мак, это очень долго будет. Гриш, привет. Как денек? Как настроение? Денек, настроение неплохие. Только я болею маленечко. На ёпсики, да. Го, попиздим, забухло. Блин, слушай. Это очень трудно сейчас, Мак, потому что это будет меня соблазнять выпить. Но мне нельзя сейчас пока что. Почему слове Картава есть Эр? Почему слове Шпиляби есть Шан? Ну, как бы в этом прикол. Питер или ЕКБ? Сложно. Сложно. Наверное, всё-таки и ЕКБ, но в Питере круто. Прям мути-пути. Какой взрослый стал. Гриша, я так и не понял, у тебя есть жена и много детей или нет? Нету. Так, уже обсуждали 140 бпм. Жена у него есть, да. Да, вот Лада, моя жена. Если вы этого ещё пока не знали. Фильм у Бёртона. Я смотрел те, что с Деппом. Короче, я не смотрел его. Все фильмы, вот, из фильма с Деппом. Мой любимый фильм это Эдвард Руки-ножницы. Это просто, просто любовь. Ой, сопли текут. Так. Мак, я понял, что ты пьёшь, короче. Вот вы все в субботу пьёте, а я не могу. И мне от этого больно, ребята. Очень больно. Витя опять, короче. Вот, Витя и Мак, вот вам, мне кажется, нужно это, как-то словиться и выпить сегодня. Ой. Сука. Мемы про вайбхантера я не чекаю. Но некоторые видели, это очень круто. С топором мы, ну, познакомились, да. Сложно заниматься организацией слова ЭКБ. Я сейчас пока в отпуске, поэтому не занимаюсь. Но вообще, да, это не из простых занятий. Лада, ты молодец. Вот, сразу видно, нормальная жена. Вот, просто, это, морально, короче, поддерживаешь. Ой. Бля, бро, мне завтра на работу. Мак, красавчик, что ты можешь делать все. Я вот не могу. Так. Пирожки из человеченки. Зайбесим. Это ж, по-моему, этот, Свинни Тодд, да, насколько я помню. Кстати, вот, да, Свинни Тодд, крутой фильм. И когда, короче, вот речь заходит про фильмы Деппа, со мной спорят, что, типа, вот именно Свинни Тодд, это якобы лучшая роль, как бы, Деппа, да. То есть, но лично я считаю, что Эдвард Крущ. Вот. Да, и, в принципе, как бы Свинни Тодд, это мюзикл, что вот, а я как-то мюзикл не особо люблю. Директ я читаю, но не часто, если что-то там есть важное, то я же, наверное, прочитаю по-любому. Как тебе Дреклил Пипа и Тентенсион? Кстати, я пока не послушал Каевич, надо будет, наверное, заценить. Джонни Квит крутой, конечно, вообще, молодец. Ура, Маш, конечно, знаю. А после Версуса куда? В жизни. Ладу, не слушая ее, пару дней назад видел с чуваком. О, Лада, тебя спалили, да? Вот так, значит, все понятно, все понятно, Лада. Ну, ладно, как бы, переживем. Так, 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 так. Эфир из Пышмы будет, я думаю, ну, может быть, на следующих выходных, если я туда поеду. Надо как-нибудь, да, сделать этот легендарный эфир, потому что, потому что, да, потому что там, как бы, я думаю, получится контент, что надо. Носить себе мозг, глянь, фильм «Бивень». Посмотрю. К перформансам Хаски отношусь равнодушно. Любимые места в ЕКБ? Неплохой вопрос. Ну, наверное, наверное, драма, скорее всего, потому что я там чаще всего был. Ну, а так, типа, да блин, у нас на самом деле много мест нормальных, но так все и не перечислишь. Вот, люблю плотинку, не знаю, просто люблю на самом деле ходить по улицам. Вот, Митягорка норм, в принципе, как ты его знает. Мне очень нравится улица Красноармейская. Там прям круто. Сижу сейчас... Так, Витя, снова. Вот, сижу, короче, сейчас и думаю, разъебать биты. Как ты думаешь, получится у Клекса? Витя, ты, может быть, завяжешь пить-то уже, нет? Так, Лада, гуляла с ребенком, 16 лет. Лада, ну, как-то после 32-16-то ты не считаешь, что это как-то странноватенько, а? Ой. Такая ты, конечно. Хорошо, познакомишь. Так, куда стоит пойти в ЕКБ? Ой. Не знаю, я, кстати, очень редко бываю где-то там в клубах сейчас. Вот, вчера хотел сходить в свободу, но я не смог. Параноик интереснее, ну, батлы были. Короче, ник я сменил, потому что параноик это слишком, как-то, мне кажется, по-детски, что ли. И, во-первых, это мне показалось не уникально. То есть, типа, если вбить параноик в гугл, то вы там не найдете меня, вы найдете просто каких-то психов. Ну, и плюс, я как-то перестал в параноике и решил, что для меня это не актуально. Лады, черный пояс по головам. Ой. Игорь Летов, вы зря оскорбляете мою жену. Так, в бан вы можете так вот полететь в легкую. Гриш, клип на зеленой роще сильный. Окси сосет. Блядь, вот опять же, зачем вот так вот грубо? А клип, да, смешной. Лада, ну ты, конечно, просто, просто вообще богиня. Обожаю. Вот сейчас обидно было. В твоем браге вынес пьемы. Нет, Владик выиграл в этот батл, но браге был хорош. Достойно выступил. Как тебе дисс MGK на Маршалла? Вот, наконец-то кто-то хотя бы это спросил, потому что все что-то обрабатывает. Мне понравился дисс MGK на Маршалла. Мне понравился дисс Маршалла на MGK. Вот, если их сравнивать, то как трек мне гораздо больше нравится Rap Devil. Но если разбирать дисс Эминема, то там очень все круто по рэп-мастерству, так скажем, по рифмовке, по флоу, по ритмическому рисунку. И если их сравнивать как диссы, то Маршалл был сильнее. Но Rap Devil я репичу все еще. Очень прикольно. Другое дело, что будет дальше с MGK, фиг его знает. Потому что, на мой взгляд, по таланту он уступает все-таки Эминему в миллион раз. Кстати, я, по-моему, вчера смотрел его интервью, где у него спрашивали про этот дисс Эминема. Вот, и он вроде как не собирается отвечать. Мак понял тебя. Не буду ходить в свободу. Так, 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 так. Студия звукозаписи Вика Б. Свобода улиц. Блин, Мак, сорян, что проебал. Пожалуйста, напиши еще раз, и я отвечу. Приведи совместную трансу с Ладой. Ладно, так-нибудь проведем с Ладой совместную трансу. Ой. Твой любимый трек. Любимый трек в смысле просто? Или свой? Или у кого-то? Самый-самый. Такого нет. Ой. Как относится, что MGK с фоткался на фоне фанатов фэллаут футболки с обложкой дисс Эминема? Ну, это какое-то ребячество, на мой взгляд. Вообще, как бы, детский садик. Вот. Лучше бы сделал бы дисс, в котором бы хотя бы чуть-чуть приблизился к Маршалу по мастерству. Но он так сделать не сможет. У меня? Ну, что жирно, смотрите, да. Где ты 2-го числа, если ты не занят фанатами пить, как сильные русские парни? 2-го числа, а это будет какой день недели? Это будет выходной, да, наверное? Ну, скорее всего, если я буду в городе, вот, в ВИКБ, то давай, без Б. Мухнем. За диссить кого-либо я бы не хотел. Но если придется, то я это сделаю. Вот. То есть, я считаю, что, в принципе, писать дисс на кого-то, это такое себе занятие. Но если диссанули, как бы, тебя, то ты имеешь полное право ответить и разъебать. Среда. Ну, так посмотрим. В принципе-то, если я буду себя чувствовать хорошо, то в легкую. Какая книга на тебя повлияла в период пубертата? Заебись, конечно, вопрос. Диссы, короче, я в детстве писал диссы. Вообще, мой самый первый трек – это дисс. Я диссанул своего знакомого, по-моему. Да, короче, было дело. То есть, я начал свой творческий путь с бэтл-рэпа. You know. Вот, короче. А как бы так, ну, по-моему, только на онлайн-баттлах. Тереке, я вот отношусь спокойно. Мой батл будет, ну, по-моему, получается через неделю, если они по два батла постят, то, исходя из списка, который выложил Саня, наверное, вот следующие выходные, скорее всего. Посмотрим. Так, вопрос у меня неинтересный. Ты же говорил за Музулу, новенький, не понял. На чей концерт пошел бы? Из русских рэперов. Хороший вопрос. На кого бы я бы сходил? Из русских рэперов. Да фиг знает так-то вот, короче. Сходил бы на PLC, и, наверное, я схожу скоро. Тупой, это вторник, это вторник. Ну, обсудим. Почему, когда ты баттлился с Микси, отдали победу ему? Ну, потому что судьи посчитали, что он выиграл. Гриша Дисани Виктора. Кстати, вот, Витя, Витя, ты это, давай не провоцируй меня. Любимый трек с Макимо. Любимый трек с Макимо, наверное, вечно. Вечно, Фиеста, Стать дымом, вот, из крайних. Из стареньких, ну, однозначно, Герман и Патрик, или Брачо, или Темпу Силенсу, или, там, Начало игры. Вот, но, на самом деле, я из тех, кто заценил крайний альбом с Макимо, и мне понравился, вот, трек Вечно, допустим, очень сильно. Что можешь сказать о Джонни Боя? Джонни Бой, кстати, вот смотрел его интервью с Дудем, и было интересно послушать его историю всю. Но после просмотра у меня возник вопрос, ну, вот, и что дальше? То есть, лично мне не понравился его релиз, и я надеюсь, что он будет делать музыку погруче, чем это. На каком концерте последний раз был? Вот, на Лепсе. Сегодня уже рассказывал. Не думаешь завязать с батлами и погрузиться в написание музыки? Я думал об этом, но посмотрим. Как относится к ЗБ? К ЗБ отношусь хорошо. ЗБ это бро. Хотя у нас, конечно, очень забавное с ним отношение и общение, но обожаю ЗБ. Новый Версус, ну, наверное, завтра, не знаю точно. Будешь на финале РБЛ? Уже говорил сегодня, к сожалению, наверное, нет, потому что не смогу попасть. Здесь это крайне. Ну, блин, да. Какой твой главный соперник из команды голубей? В смысле, главный соперник. Странный, на самом деле, вопрос. Так, короче, Гриша, я все решил насчет 22-го, это вторник. После семи я тебя забираю и едем пить. Отмазы не принимаются. Хорошо, Мак, мы это обсудим по-любому, потому что если я буду себя чувствовать хорошо, то я только за. Так, ну что, ребятки, с вами, конечно, весело, но я думаю, что потихоньку будем заканчивать. Был на баттле Мавса и Огила, это было огненно. Ждите. У тебя есть вкус, знания, чего не хватает в плане музыки, в плане баттлов? Наверное, может быть, может быть, именно музыкальность какой-то, да, то есть у меня нету образования, может быть, его бы и не помешало получить. Может быть, просто таланта именно к написанию песен. Вот, фиг его знает, трудно сказать. Общее впечатление без спойлеров от четвертого этапа ФБ. Ой, начинается, кстати, вот. Так, кто лучший, как исполнитель, Окси Мирон или Смокимо? Ох, это сложный вопрос, потому что и у того есть хорошие песни, сильные песни. То есть, мне нравятся некоторые драки Мирона, нравятся драки Смокимо. И, ну вот, из последнего, так скажем, того, что у них выходило, я гораздо больше слушал Смокимо. Вот, но в то же время Мирон выдал крутой куплет на конструкте. И, фиг его знает, я жду новых песен от Окси, чтобы сравнить. Тогда уже может быть. Но, опять же, как вот сравнивать, очень, мне кажется, разные такие поджанры. Ты учился на кого-то, у меня есть образование, да, Вишем? Тебе не кажется, что PM стал чуть-чуть слабее, стал баттлить на Версусе, на РБЛ, если мне кажется? Короче, ЛС написал, не проявил сообщение, да. Так, у меня осталось две минуты, Инстаграм не пишет, видимо, уже час мы тут с вами сидим. Поэтому давайте последние вопросы и закругляемся. Прям вот закончим в аккурат час, наверное, эту трансляцию запустит рэп Перископ, а может нет. Вот, давайте, да, последний вопрос, прощаемся, и я пойду пить лекарства, смотреть какую-нибудь херню и писать рэп, может быть даже. Кто в ЕКБ твой любимый исполнитель? Мьюзик-менеджер ЕКБ, Валанс, Салют. Блин, наверное, 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 Акваликвид, хер знает, Сектор, Шум, в конце концов. Так, ответь на вопрос, я уже заебался, как ты относишься к кому, я так и типа не понял кому. Ребят, я думаю, что мы еще с вами поговорим и отвечу на все вопросы, на которые сегодня я не смог ответить, либо пропустил, либо просто не понял, о чем вы. Встречу в ЕКБ, кстати, я думал об этом, но для этого есть ивенты нашего филиала, переходите на них, и там мы с вами поговорим вообще просто на любые темы. Вот, всем спасибо, короче, за трансляцию, за то, что вы вдохновляете меня выздороветь. Вот, до скорых встреч, приходите на ивент Слово ЕКБ. Я думаю, что в ближайшие дни, может быть, еще потранслируем. Вот, так что давайте всем счастливо, всем здоровья, хорошего настроения и классные субботы.